При печати бумага должна немножко разбухнуть, чтобы под большим давлением попасть во все царапины, которые у нас имелись на доске. Владимир Зорин, известный российский художник-печатник, работает в технике Афорт. Это особый вид гравюры на металле с последующим оттиском рисунка на бумаге. С момента появления в XVII веке техника не сильно изменилась. Подобным образом работал в начале прошлого столетия и Василий Масютин, автор 27 работ, представленных сегодня в выставочном комплексе. Перед нами на выставке Афорты печатная графика 1912-1922 годов. Соответственно, это время Первой мировой войны, это революция и время, естественно, после революции уже тяжелые времена. Это Москва, это столичные работы, из которых мы можем понять, как жил человек. Переквалифицировавшись в начале XX века из военного в художники, Василий Масютин самостоятельно осваивает непопулярную тогда в Москве технику. Учится, например, о работе европейских мастеров. Для меня вот это вот все вещи, вот эти, они как бы все неизвестные, потому что я больше представлял его как художника, как графика, который работает в основном в технике гравюра на дереве. А как Афортиста я его совершенно не знал. И для меня это открытие, я думаю, для зрителей, которые придут сюда рассматривать, а гравюру надо спокойно рассматривать, в одиночестве, даже не обязательно в толпе, получат большое удовольствие. Герои работ – современники художника, женщины, старики, торговцы, демонстранты и солдаты. Первая персональная выставка Масютина открылась в Москве в 1920 году. В тот же год, как потом оказалось, он навсегда покинул Россию. Но в Германию, по мнению экспертов, он приехал уже состоявшимся художником. Во второй половине XX века часть его работ вернулась на родину. Познакомиться с работами художника русского зарубежья можно до 26 февраля. Любовь Рыбальченко, Василий Низов. Объективно. ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова